Приветствую вас, аноним, давайте разберём вопрос, который вы задаёте. Смотрите, как мне кажется, основных проблемных моментов у вас несколько, и это страх, страх быть отверженным, например, это страх, может быть, того, что вас бросят, и, с другой стороны, это низкая самооценка, что вы не единственная, что найдёт себе человек, другую девушку, и, соответственно, вас сбросят. Вот, ничего хорошего для отношений при таком раскладе нет, и работать, наверное, вот в первую очередь нужно с этими двумя элементами, то есть с этими моментами как раз-таки низкой самооценки и страхом. Вот, которые вы испытываете, то есть у вас есть болезненное восприятие того, что вас могут бросить, вы примите это на свой счёт по факту. Да, тут если мужчина найдёт другую девушку, то вы, это, ну, болезненное к этому отнесётесь, вот, что позволяет говорить о том, насколько он ориентированно именно на вас, но не на человека. Отношения. То есть я имею ввиду, насколько вы ориентированы на мужчину, а не на себя, если у вас есть не мужчинство. Пока что получается, что вы ориентированы больше на себя, и что внимание мужчины у вас, для вас точнее, важно именно тем, что, ну, именно тем, что, оно поднимает вам самооценку. Вот. Так что здесь такой вот момент достаточно важный имеет место быть. Так же я бы указал на специфическое отношение к сексу, потому что, ну, всё для вас значит секс. Вот, потому что для, допустим, ну, одной группы людей секс означает просто получение удовольствия. Для другой группы людей секс – это что-то, ну, что-то больше всегда. И, соответственно, вам, ну, это зависит от ценностей, в том числе человеческих. И вам, на мой взгляд, желательно определиться с этим, то есть, ну, определиться с тем, какие ваши ценности. И, насколько они, ну, реализовываются, да. Вот. Это очень важный момент, на мой взгляд. Ну, тут ещё есть вопрос, конечно, и личных границ, потому что очевидно, что вы, мужчине, ну, раскрываетесь. Больше, чем вам комфортно, ожидая от него какого-то соответствующего поведения, да. При этом, понимая, что он вам ничего не должен и что, вероятно, он может вас и оттолкнуть от себя. И это будет, ну, как бы, ну, в его, это будет в его право, это будет в его возможности, а вам этого не хочется. Вот. Кто с этого боится, грубо говоря. Вот. Поэтому, ну, ситуация здесь такая, не очень хорошая. Поэтому, в целом, ваши отношения, они больше напоминают, вот, попытку решить некие свои, в первую очередь, проблемы, нежели чем. А проблематику другого человека. Вот. И, собственно, именно поэтому вас заморочит и не получается удовольствие получить здесь и сейчас, потому что слишком много, образно говоря, поставлено на карту. Да, то есть, слишком много поставлено на карту, слишком много. Вот. А, имеется в виду, имеется в виду, что через отношения, да, вы пытаетесь решить некую вот свою проблему. Понимаете, да? Вот. И, ну, как бы, соответственно, это вот мешает вам. Поэтому здесь, конечно, вот и нужно разделять, скажем так, разделять, разделять мотивацию, направленность и цель. И в этом вам нужна помощь. Вот. Что касается обид, то это определенное ожидание. То, что нас задевает, ну, может задеваться, например, да. А, надеюсь, это ваше желание, ответственность за которое вы прикладываете на других людей. Вот. И, собственно, вам нужна помощь в отделении одного от, ну, одного от другого. Вот. Вот. Такая вот история. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Всего вам самого доброго, удачи и надеюсь, что ситуация будет разрешена. Удачи тут возможно? Удачи меня так вот.